Теперь нам надо чисто тактически ее не пускать во-первых, и использовать наше преимущество весельное. Вот это единственный наш шанс победить в гонке против Джонки. Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами продолжаем пиратствовать в игре The Pirate Caribbean Hunt. И находимся мы с вами сегодня в одном из наших портов. И именно на борту вот эта вот замечательная галера. Это галера класса Хундина, премиум галера. И что я хочу сделать? Я хочу пойти в мультиплеер и попробовать те самые гонки, те самые скачки, которые в прошлой серии у нас так не удались. Я так поняла, что нужен кораблик маневренный, а именно наверняка тот, который будет хорошо идти через... против ветра. Я выбрала галеру, потому что есть еще в принципе и паровой корвет. Но вроде как по показателям галера скоростнее, чем паровой корвет. Мы, возможно, попробуем и то и другое, так сказать, для сравнения, насколько маневренность при тех же гонках покажет себя и так далее и тому подобное. А также, друзья, огромное спасибо, вы мне показали, что в настройках подсказали, где у нас есть кинематографическое освещение. Вот, у нас же тут есть некая графа, которая нам дает кучу возможностей. И здесь, естественно, я поколдую, но это я буду делать не на запись, а просто покажу вам, например, до и после. И, соответственно, я тебе займусь уже после, скажем так, после наших соревнований. Так, давайте же не будем медлить, а выходим в меню и идем в мультиплеер. Так, итак, создаем игру. Так, Iceman Galera мы выбираем нашу ментоловую конфетку. Так, маленький остров, да, берем маленький остров, сброс боеприпасов, используем смортиры, скорость закрытая нет. Давайте создадим маленький остров, посмотрим, что будет. На сей раз я в Galera поставила исключительно две бочки с ромом и больше ничего. Не знаю, насколько будет это влиять, не будет это влиять на то, что на скорость, как говорится, корабля. Посмотрим. Давайте подождем, ждать, наверное, придется довольно долго. И так, к нам подключился кто-то, кто-то подключился, готов начать. Ах, он выбирает корабли. Mustard Savages. Brick, он будет выступать у нас на бриге. Ну что ж, давайте. Побежали. А вот и его бриг. Так, 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 так. Сразу занимаем выгодную позицию. У нас очень туманное утро и очень плохо видны. Сколько у брига скорость? Смотрите, он довольно скоростной. Нас плохо видны. Бочки. Давай, галерища, давай, так дадим, что ли, Рому. Можем мы дать Рому? Нет, не можем мы дать Рому здесь нашим матросам. Поэтому можно даже и не озадачиваться этим вопросом. Так. Что-то он остановился. Где-то он остановился. Да вижу я ваши бочки. Не знаю, чего остановился. Бриг. Покинул он игру. Он покинул игру, потому что наверняка понятно стало человеку, что скорость брига недостаточно. Ну ладно, мы с вами давайте пройдем уже этот круг. Хотя, в принципе, я вот не знаю, сколько у брига скорость. Может быть, как говорится, по ветру он и скоростной. Так, ну а я заодно проверю свою галерку. Вот смотрите, она на веслах против ветра идет. Почти что против ветра. Сейчас мы повернемся на этом повороте. Будет понятно. Да, вижу, вижу, вижу. Интересно, весла ее зацепят. Да, вот оно и против ветра. Как мы. 7,4, 7,3, 7,1 узла. Но все равно двигаемся. Не знаю, будет ли тут результат на время засчитываться. Так, давайте кого 10 изучим. В прошлый раз я помню, мой противник пытался тут пролезть. И, по-моему, он тут застрял. Сейчас нам ничего не мешает. Мы этому не можем. Капитан, капитан. Да, мы сели на мель, но мы можем здесь проверить. Немножечко проходим. Немножечко проходим. А здесь... Аккуратненько. Ага, понятно. Они стреляют по нам. Это значит, мы зацепили таки эту скалу. Нет, здесь, наверное, лучше... Ох, как мы... Чёшь, подожди, капитан. Мы сейчас погубим нашу галерку. Смотрите, как мы себе борт тут разодрали. Так, все, через эти камни не продираемся. Ну, я думаю, это маленькие кораблики ходят здесь и вот между этими скалами. Если, наверное, гонки происходят на больших кораблях, вон где у нас, да, стоят красные быки, то наверняка они идут вот здесь вот по большему периметру, потому что здесь не пролезет ни один корабль первого ранга или... Не знаю, тот же, например, мановар. Я не думаю, что он здесь пролезет. Так, ну а мы завершаем наш круг туманным утром. Так, ну что, да, я... 150 денег заработали. Вот, так, вот я одно не знаю. Если я сейчас сделаю новую игру, будет ли моя галера подбитых или нет? Давайте попробуем. Пока не попробуем, не узнаем. Ну, стоп, стоп, подождите, подождите. А что это такое? А, магазинчик. Я им никогда не пользовалась. Давайте это продадим. Продадим один ром, один оставим. Бог его знает. Может, все-таки можно его использовать. Ну и ждем, как обычно, когда к нам кто-нибудь присоединится. Присоединится. Какой-то Руслан к нам присоединяется. Руслан, 300, 3823 на Галеоне. Ну, давайте начнем. Так, так, что-то я с опозданием открыла паруса, и у нас уже ночь. Ах, вот оно что. Смотрите, друзья, тут каждый раз разный ландшафтик. И у нас впереди мины, я вижу. У нас шторм. Осторожней с теми бочками! Да, вижу я бочки, вижу. Так. На, смотрите-ка. Вот не думала, что этот кораблик тоже может состязаться с нами. Как-то моя галера раскочегарилась. Это-то-то-то-то-то-то, там мы не пролезем. Осторожней с теми бочками! Да-да-да, вижу, вижу бочки. Вижу я ваши бочки. Мы будем тут пытаться лавировать. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так ободрали наш бортик что делать что делать так чиниться для починки у меня ничего не взято ну ладно грибом 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 медленно против ветра и этот галеон нас догоняет так ром как видите пить нельзя ползи 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 вот 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 здесь скорость будет получше так будет лучше скорость какие азартные могут быть эти соревнования красивый галеон красные паруса ну что ж галеон теперь здесь тебе тоже будет на сладко мы сделаем это вот так наш бортик подбили нет выходит на соревнования самого начала опять то есть кораблик целенький мой выбор на галеру был очевидно все таки правильно очки очки покинул руслан игру ну понятно потому что он понял что не догнать все постигается как говорится опытным путем ну что ж спасибо руслан за игру а мы давайте дойдем уже нашу дистанцию до конца со спокойной душой да и естественно как видите ландшафт меняется мы начинали все эти камни были другие то есть выпадает он рандом как повезет кому и как повезет естественно например начиная здесь на большом корабле я вот даже даже как и где наверно с этой стороны надо заходить потому что даже не знаю в принципе первого ранга может пролезет но это очень рискованный шаг так что ж грозовые облака тучи и наш так ну друзья и я как говорится бог любит троицу создадим еще одну игру та же самая галера и подождем пока к нам кто-нибудь подсоединится так теперь к нам подсоединяется урк хурдан по-моему извинитесь неправильно прочитала ну как это так он у нас на джонке а джонка друзья это соперник уже серьезно потому что джонка быстро джонка быстрее галеры в разы я помню сама я первое свое первое свое соревнование делала на джонке теперь нам надо чисто тактические и не пускать во первых не использовать наше преимущество весельное вот это единственный наш шанс победить в гонке против джонки гонка против джонки так постараюсь наверно нет не буду рисковать лезть на этот камень так вот теперь я не вижу то маленький нет или это камешек да это камешек это же камешек или табуру это был все таки камешек и джон очка на него наткнулась обидно но всяко бывает соревнованиях еще не факт что мы дальше тоже пройдем нормально так все ветер меняется все становится хуже я так сильно подозреваю что если тут налетаешь на эту мину то это конец конец игры потому что если если скала так сильно ломают борт как вы видели дамы прошлой гонки налетели на скалу и она буквально нам просто снесла пол ну чуть ли не весь борт то здесь наверняка будет еще хуже да 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 я вижу бочки мы тащимся как бог знает кто осторожнее с теми бочками мы давай давай галира да здесь против ветра но тут и джонка будет буксовать поэтому немножко выйти из этого мертвого угла просто на веслах это конечно безумно медленно черт 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 вот эту вот мину надо обходить тома рванем на ней рванем в рванем рванем так давай 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 все теперь мы можем более-менее побыстрее шевелить своими веслами так здесь ветер у нас выравнивается но это дает шанс и джонки тут разогнаться так что я даже не знаю где финиш ага финиш уже в принципе на горизонте половина дистанция у нас пройдено подпортил себя тоже смотрите кортик урт шурдан урт шурдан ник нашего соперника так давай давай становимся лучше по ветру и в принципе я так думаю что если сейчас не случится какой-нибудь неожиданный эксцидент никакое чудовище не выскочит из морских пучин то мы должны прийти первые я думаю что так осторожнее с ними бочками поэтому что ждал галеры наверное было действительно было правильным выбором для таких гонок хотя еще не показатель у нас принципе не было соперниках галеры как это будет галеры на галеру но это мы наверное посмотрим с вами следующий раз мы завершили давайте дождемся пока финиширует наш противник так сказать окажем ему эту честь и заснимем его кораблик крупным планом он хоть и 2 ну достойно завершил свою так друзья ну а мы с вами возвращаемся в наш порт возвращаемся в нашу туманную гавань и я займусь именно настройками то что мы принципе интересно поделать и попробовать а именно вот то самое кинематографическое освещение и дело в том что так использовать пользовательская отдельно для каждого времени суток и смотрите что у нас тут есть какие какие времена суток тут есть туманное утро это то что у нас есть сейчас у нас есть можем сразу поменять дождливое утро у нас есть полдень вот такой вот прям уху какой позе дождливый полдень у нас есть темный шторм такой без дождя очевидно так у нас есть после полудня посадящийся солнышко верния солнышко риска над горизонтом у того интересное освещение так у нас есть красный закат закат какой стороне у нас закат интересно так у нас есть с вами облачная ночь и наверно какую-то не совсем ту часть ту часть света выбрала для этого дела надо чтоб солнышко садилась море я посмотрю какой другой порт может быть выбрать так облачная полночь а где ж видно что это помочь по луне до луна низко над горизонтом звездная ночь на над звездной ночью надо поработать над светом восход восход у нас будет там на море красиво нравится пока что туманное утро и вот с туманного утра мы с нами с вами начали подождите а есть просто день нормально обычный день не кашлевое утро полдень вот просто полдень вот наверное я начну с полдня и как видите вот тут можно менять освещение я чисто сейчас так подвигу ползунок чтобы понять что где так это значит добавка красного цвета это гамма зеленых цветов и это гамма синих цветов соответственно так это тональность все то же самое ясно и это редактирование теней так это общая насыщенность я так понимаю мы можем сделать черно-белое удариться немножечко в историю липу мы можем сделать вырви глаз понятно соответственно в той насыщенности мы можем редактировать красные синие зеленые так далее и так понимаю мы например можем сделать вообще степью если покрутим такой вот какой-то будет свечи так что друзья буду сейчас тут колдовать и возможно если получится какая-то красивая картинка я вам покажу но в принципе как бы как говорится назначение эти кнопочек уже понятно и то что я тут ругалась на воду я могу себе вполне это поменять и оставить чтобы это синево это синево нравилось мне больше чем она есть на самом деле или вот это вот вот этот вот цвет неба поэтому увидимся с вами для вас через пару секунд ну вот друзья такое освещение я выставила на полдень к сожалению сейчас редактировал как говорится все это первый раз и понятно мне стало что добиваясь так сказать цвета воды например всеми вот этими возможными установками нельзя так сказать с редактировать было бы неплохо если была редакция например не просто средние тона освещения тени и насыщенность а например там вода небо потому что делает например вот воду так сказать подгоняет свет на воду какую какую какой бы я хотела не получается отредактировать отдельное небо небо получается все равно вот такого бирюзового что ли цвета мне хотелось например чтобы она была более синяя но не получается пока что не получается может быть я наловчусь но вот эти вот установки так сказать на полдень я себе оставлю так давайте посмотрим что еще я хотела бы изменить это то что касается полдня так дождливый полдень в принципе синий океан меня вполне устраивает черные тучи все это мне вполне устраивает дальше темный шторм вот тут слишком много зелени слишком много зелени для шторма и это я тоже подредактировал поэтому увидим сейчас с вами через пару секунд так ну вот такое освещение я сделала на темный шторм у нас очень зловещая красная луна сквозь тучи проглядывает и мне кажется что нам это что мне это удалось передать такую атмосферу грозового океана темных туч красной луны и призрачного освещения в принципе меня все более менее устраивает может быть чуть чуть красноватая вода но учитывая тот факт что у нас красная луна оно так и должно быть так давайте посмотрим что у нас еще есть и что мы можем сделать после полудня после полуденная настроеница здесь я пожалуй тоже немножко похимичу чтобы убрать вот эту вот фиолетовость с океана поэтому увидимся с вами через пару секунд ну вот как то так будет смотреться наш послеполуденный почти закат у нас немножечко облачно и немножечко темнее поменяла я цвет воды ну и соответственно чуть чуть фильтры заходящего солнца которое в принципе добавляет немножко красного оттенка тем не менее так сказать моя задача состояла именно в том чтобы добиться цвета воды потому что естественно мы когда в море мы с вами в основном видим вокруг себя воду ну и соответственно небо и облака оставим это так что у нас еще есть красный закат так как у нас тут выглядят дела ну честно говоря здесь меня нет 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 вот это вот вот эти вот желтые кляксы мы сейчас с вами будем менять на заднем плане поэтому увидимся через пару секунд так ну вот наш красный закат я конечно долго тут крутила подбирая и так и эдак и на самом деле уже и забыла как оно было на самом деле первый раз я только помню что вот эти вот облака у нас были слишком желтые и вроде бы сейчас мне удалось более-менее их утихомирить и в результате мы получили вот эти вот абрикосовое облако но тем не менее мне оно даже где-то нравится вот такой у нас с вами получился красный закат и вода тоже получила такой немножко розоватый красный оттенок но опять же так и должно быть на закате вот такой у нас с вами будет закат так что у нас есть еще немножечко меня смущает вот это вот водичка если мы поменяем ей насыщенность она станет еще серия так что давайте так ее и оставим это как мне кажется более-менее оптимальный вариант так у нас есть облачная ночь ну что я вам скажу в облачной ночи меня в принципе тоже все устраивает такой темный холодный свет холодная луна здесь я ничего менять не буду так облачная полночь у нас слишком зеленая как по мне так она слишком зеленая поэтому сейчас мы тут будем тоже менять настроечки и увидимся с вами через пару секунд ну вот и наша облачная полночь я немного здесь покрутила совершенно чуть-чуть просто прибрала зеленый цвет который здесь доминировал добавила немножко как говорится чуть чуть больше добавила освещения хоть у нас это и облачная полночь но не хотелось бы чтобы все было действительно в тумане облака пускай они будут на небе а над нашим морем пусть будет все-таки какая-то видимость так что вот так вот у нас осталось так что у нас осталось еще и у нас звездная ночь и здесь тоже соответственно сейчас я похимичу потому что мне не нравится вот эта мутность абсолютно не нравится эта водичка она какая-то болотная в ней не отражается не звездами небо и все вообще какое-то такое немножко болотное ну по крайней мере может быть конечно у меня и монитор не так передает цвета но тем не менее здесь мы сейчас тоже поработаем и увидимся через пару секунд ну вот как то так будет выглядеть наша ночь наша звездная яркая ночь теперь у нас звездочки сияют разных цветов луна тоже просто вырви глаз ну раз это яркая звездная ночь я считаю что она и должна быть яркой у нас сильный свет от луны вода все равно остается немножечко странным но вот когда попадает лунный свет на нее мне устраивает меня устраивает вот эти вот вот эта игра цвета в принципе и отражение звезд в воде мне это нравится здесь просто так понимаю тень поэтому это еще не показатель но и прозрачности все пожалуй мне вот это вот ночная картинка нравится больше чем все остальные возможно я еще за кадром как говорится буду дальше редактировать когда у меня будет побольше времени и может быть не на запись так что в принципе возможно что это и не конечный результат но такая у нас с вами звездная ночь так что у нас есть еще вас вот как у нас обстоят дела с восходом но восход я тоже ребята немножко немножко подделывают чуть-чуть я добавлю сюда все-таки наверно синевы немножечко опять же чтобы добиться оптимального цвета воды а повторяю исключительно я делаю как говорится на свой вкус это не значит что так оно и должно быть это просто так как нравится мне так что увидимся с вами через пару секунд ну вот как то так друзья будет выглядеть наш восход наше освещение ранним утром и водичка так вот в тени как и должна быть морского цвета а в лучах восходящего солнышка наводит вот вот такая как и как я опять же повторяют как я считаю какая и должна быть пока что меня все устраивает собственно говоря и небо и дома может быть не немножечко все-таки еще многовато красного цвета но будем считать что на карибских широтах солнышко имеет вот такой вот спектр так что у нас есть еще и туманное утро ну я считаю что туманное утро просто идеально я даже не буду здесь ничего менять оно такое есть единственное может быть сутью чуть добавить к освещению немножко красноты и может быть чуть 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 желтизмена так вот все потому что все остальное я считаю просто идеально так что у нас есть еще дождливое утро дождливое утро в принципе то же самое что и туманное утро может быть немножко поиграть с тенями вот так вот дождливое оно все таки дождливое тут даже такого света нету так что будет если нет 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 а зеленый можно вот так прибрать сейчас я прямо как говорится у вас на глазах все это сделаю так освещение а это слишком вот так вот оставим все я считаю что опять же идеально для дождливой погоды может быть чуть чуть прибавить насыщенности еще чуть чуть вот так вот так такая у нас будет с вами атмосфера в дождливую погоду и что у нас остался у нас остался полдень почему-то который сбросил свои настройки или не сбросил это я уже посмотрю друзья я с каждого своего с каждой настройки сделала скриншот поэтому как говорится будет видно все назад закрываем и закрываем так и еще что мы сделаем сегодня потому что у нас сегодня с вами если мы посмотрим испытание дня надо найти два сокровища на островах с сокровищами у нас друзья есть с вами одна карта поэтому давайте-ка пойдем отправимся и выкопаем хотя бы одно сокровище чтобы завершить сегодняшний плодотворный день для этого естественно естественно мы пойдем магазин и закупимся ядрами потому что наверняка всяческие ублюдки из конфедерации и прочие нехорошие люди будут нас преследовать так что мы возьмем немножечко досок на всякий случай починки парусину так это нам не надо давайте-ка я куплю еще бочечку рома для наших боровых матросов там пару пушек вдруг нам снесут ну давайте я здесь закупимся сколько сколько нам позволит наш трюм так ну вроде все мы взяли да вроде мы взяли все мы берем нашу галеру она готова к отплытию и поехали идемте на карту и посмотрим что у нас где у нас наш остров с сокровищами был где-то здесь вот так для этого мы с вами отправимся наверное я даже не знаю давайте бросал так нет мы поплывем так как мы поплывем медленнее или быстрее посмотрим в какое время суток мы придем да мы пришли смотрите-ка с вами в ночь заплатим естественно зарплату это наша чудная звездная ночь и отправляемся так от росау нам надо идти на восток поехали все на борт так где у нас восток восток у нас за островом поэтому друзья как мы обычно в таких случаях и делаем можно было туда плыть действительно это будет наверное быстрее а как мы в таких случаях делаем я сейчас наверное скорость во первых увеличу запись немножко и лодки на горизонте я даже не знаю буду ли я приостанавливать запись нужно бы выпить о смотрите выпить они хотят и посмотрим враг нет нам не нужен враг нет ничего лучше рома правда ребята так враг отвали да ладно мы под отстрелом давайте-ка заберем что тут у нас есть брокет яка мы что-то нашли так что жена чертежи мне уже капитан так и смотрите-ка как я и говорила как ни странно да вот это вот шкала у меня все равно остается здесь так что там у нас на горизонте даны так и нам на восток на восток на восток очень смешно в убыстренном варианте галера веслами своими дергает так мы идем на восток ну вообще где вот мы ровно ровно на восток черт 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 отвали 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 я по делу вражина португальская мы с вами в этой серии еще не воевали и в принципе знаю у нас а вот они там завязались друг с другом у нас каждая серия с вами происходит с битвами с битвами поэтому давайте-ка сегодня сегодняшняя серия у нас будет мирная какие еще обломки на горизонте сюда немножко надо свернуть так что увидимся с вами через пару секунд ну а вот я так понимаю и наш остров мы благополучно добрались мы обошли галеона это остров сокровищ то что ты говоришь да там есть обломки я вижу я вижу я вижу поэтому давайте-ка наверное соберем и эти обломки я уж не знаю что там может быть в этих обломках да мы что-то нашли но мы пойдем с вами на остров сокровищ за поисками тех самых сокровищ сокрыто сокровища у нас есть графическое руководство и следуя руководству перемещайтесь от объекта мы это все знаем уже прекрасно мы уже опытные копатели и тут опять тихо как в могиле так мы должны сначала двигаться каким-то ящиком друзья вы видите ящики это ящики ну там бочки а здесь ящики поэтому пошли так теперь нам нужна пальма одинокая и тоскливая пальма так здесь мачта ну тут у нас небольшой выбор так от одинокой пальмы мы чешем к бочкам это фактически возвращаемся обратно ладно пошли могли не делать такой крюк а от бочек нам кочкам так кочки здесь там пальма ну и все так кочки номер один но естественно друзья это камешки я их называю кочками потому что на рисунке они очень похожи на болотные кочки и кочки номер два так теперь бочонок бочонок есть там и больше нигде бочонка мы не видим пошли так от бочонка нам нужен большой камень и он у нас тоже один пока что нам все очень хорошо везет у нас даже нету выбора так теперь нам нужна одинокая пальма а вот теперь интересно у нас есть здесь она в принципе одинокая вот это выглядит более одинокой так а от пальма нам к тройной друзья от той пальмы к тройной мы явно никуда не попадем ведь так же да хотя может быть имеется ввиду это будет вот это а если мы придем сюда то отсюда к тройной пальме может быть то имеется ввиду ладно все таки мне кажется сюда так нет здесь кочки здесь камень и там непонятно что поэтому возвращаемся а мы уже никак не вернемся мы можем сделать только так к большому камню да и вот к этой вот значит тогда одинокой пальме так и где же та тройная пальма которая нам нужна вот это это тройная да так она есть так она есть а теперь нам надо на север на север это сюда теперь нам надо на запад это сюда к мачте теперь так одинокая пальма есть там больше у нас ничего нету наш выбор ограничен мы идем на горочку к этой пальме так ну и последняя либо под этой либо под этой либо под той вот тебе бабушка и юрий в день как говорится вот под какой из пальм под какой из пальм это дело закопано может здесь давайте это чтоб далеко не ходить ну-ка о и все снова нет да вы что издеваетесь так давайте быстренько раз пальма это не пальма это мачта два бочонки три давай 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 шевели поршнями так кочки раз кочки два бочонок скала так пальма тройная север запад пальма так все это значит у нас отпадает ну будь я пиратом я бы зарывала все таки посередине острова ну-ка давайте пойдем туда это это же глупо зарывается где-нибудь с берега что-то мне говорит что здесь не будет никакого клада я так и знала я так и знала ладно друзья ну что ж терпение 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 на третий раз мы теперь уже точно знаем мы не можем как-то сразу пойти а а к той пальме нет не можем никак не можем так от ящиков нам куда надо было к пальме да так почки давайте давайте не будем уже экспериментировать а пойдем проторенным путем потому что к сожалению приходится сначала все начинать мы истопчем весь этот остров распугаем всех крабов всех аборигенов ну аборигенов тут нету тут все довольно таки хорошо видно так что у нас там было после одинокой пальмы тройная а так север давай давай подожди запад о так пальма пальма так нет ну да больше нету никакого выбора все таки глупые пираты заврыли свой клад на под горкой близко к морю я так думаю что в шторм здесь все мы нашли сундук и 4300 мент к сожалению мы не нашли новую карту сокровищ это значит чтобы получить рубинчик нам надо с вами эту карту искать а чтобы найти карту сокровищ соответственно соответственно нужно выпить не знаю не знаю слушать товарищи обломки на горизонте какие обломки вот он все мы говорит когда обломки мне кажется что это затонувший корабль так давайте постреляем в конце концов под под конец серии ах ну это ж кетч ну какой а так это пиратский кетч ну раз это пиратский кетч мы его давайте и постреляем почему бы нет поэтому держите ром да это то что вам нужно я на горизонте выживший выживший выжившего мотоск что кетч все на палубу все на палубу все беги кетч так так догоним ли мы тут кетч не знаю зарядить орудия но это пиратский кетч а это наш остров сокровищ так что кетч сдавайся а то мы тебя сейчас потопим можно его протаранить а можно его пальнуть и и протаранить так ну вот и все забираем что там есть о какой праздник для наших пиратов там куча всяческого рома так давайте починим наш кораблик немножко получил ну совсем чуть чуть так и что ж продолжим наше путешествие да чудесной лунной ночью так это я уберу это мне все таки мешает я опробовала друзья огромное спасибо опять же скажу вам за то что вы мне пишете подсказки и по поводу того что вот здесь вот вы писали олег по моему вы писали что у вас все как по-прежнему я меняла на самом деле и разрешение экрана и разрешение игры сейчас у меня стоит а 1080 на 1020 по моему как-то так нет 1980 на 1080 как по-моему так не помню в общем обыкновенный как как и должно быть обломки на горизонте не оконный режим даже в оконном режиме у меня все равно 10 выскакивала это штука но на самом деле я к ней уже в принципе привыкла поэтому ничего страшного и спасибо вам за то что показали что можно сделать вот эти вот настройки троечки освещение так но тем не менее какое-то у нас равно туманное освещение а там у нас шебека и мне хочется повоевать повоевать шебека тем более она уже подбитая да что вы говорите они стреляют на даже какое чудо и че это они с ума сошли что ли стрелять по нам на нас напали на моем сбили пушку на поле пушечки полетели мы под обстрелом мы под обстрелом ничего страшного мы сейчас его потопим чуть осталось века все ваша песенка спета а мы наблюдаем за этим телом так ну что же давайте пойдем заберем что там есть что там с нее упала так что за несметное сокровище ну естественно ром и сахар это самое большое сокровище для наших пиратов что и говорить так что друзья давайте на этом победном моменте конечно шебека галереи не пара не равня но тем не менее я считаю что мы достойно отстрелялись давайте здесь и закончим нашу серию искать карту естественно это долго я буду искать уже за кадром и если найду то сделаю отдельную запись которая будет включена уже в следующее наше пиратские похождения которые выйдут в следующую субботу поэтому заходите на мой канал комментируйте ставьте лайки и огромное спасибо всем кто эту серию посмотрел всего хорошего и пока 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 пока